всем привет я очень сильно заболела и что-то в этот раз как-то очень серьезно с температурой вообще с отказом голоса у меня в голос пропадал вот сейчас еще как-то кашляю кашель сильный да на температура уже прошла ребенок тоже заболел кстати его как-то это все быстренько и скоренько за три дня буквально вот а мне пришлось даже капать маслом и хоть как-то голос стал появляться и настроение подниматься наше настроение во время болезни у меня вообще никак не хочу рассказать такую печальную историю моих туфелек я покупала вот такие туфельки шлепки чтобы ходить как раз вот в самую жару и что вы думаете я с них соскальзываю вот здесь поверхности очень скользкая сейчас я них падаю в общем чуть не подвихнула ногу пошла магазин приобрела вот такие гелевые полу стельки против скольжения посмотрим сверхтонкие посмотрим посмотрим как они будут располагаться и как их использовать помогут ли они мне посмотрим сейчас я вскрою они зачем-то с таким клипером выглядит вот так здесь защитная пленочка ее нужно снять и как-то приклеивать так сейчас мы попробуем их расположить так что ли даже как-то я сомневаюсь что они помогут потому что вот там внутри поверхность вот это вот кожи не знаю приклеится ли вот там ну посмотрим сейчас так попробуем они еще как написано левое правое но по-моему они одинаковы или вот так вот их нужно странно тогда мне пальчик здесь не затронуть ну попробую вот так волосы мне конечно аж самой страшно ай какие они приятненькие так нет она уже придралась ай что ж ты падаешь ты так я попробую так не знаю как у меня будут пальцы не будут ли она мешать не написано там ее сильно прижать мне не нравится что она пупырчатая может она из-за этого конечно будет хорошо держать ножку ой она смешно так ну не знаю эксперимент такой первый раз делаю такие штучки и попробуем так что ли там как в общем как приклеить так приклеить надо наверно вот так вот весь этот воздух который под ней выжить отжать как-то его она здесь не приклеивать странно ну посмотрим ну так это все будет выглядеть у меня еще проблема у меня еще и пятка скользит ну попробуем сейчас пойдем на улицу посмотрим что получится а перед болезнью мы шастали по магазинам и Ринатик предложил зайти в мати на обувь там мы очень удивились и я кое-что приобрела не приобрести я это просто не могла вот такие ботиночки на каблуках я хожу конечно редко есть уж такая смешная бахрома можно ее и обрезать можно пока оставить но в них есть два огромных плюсов из-за которых я просто не смогла их не купить хотя Ринат когда увидел их сказал ну наконец то она еще и валенки покупает он не разглядел что-то а позвал их валенками итак первый плюс первый плюс моих ботиночек это сороковой размер они конечно из кожзама хотя почему-то пахнут кожей я не понимаю как они могут пахнуть кожей может какая-нибудь вставочка вот они были последней парой как ни странно они мне все очень-очень-очень подошли у меня ничего не болит ни стопа ничего да кися где моя кися коробочки отдам тебе потом коробочку ну потом ты прям сейчас хочешь ну какая коробочка скажи хорошая коробочка вся моя да вся моя коробочка ты что там ее уже погрызушкой делаешь как ему нравится коробочка вот второй огромный плюс я была в шоке спросила почему почему такая цена мне ответили что это просто последняя пара и чтобы не вести на списание вот вот ее они продают просто вот чтобы никуда уже не отвозить на склад да моя кися кися а ты в курсе что ты уже сломал там кусок коробки да все полноценную коробку тебе отдавать а в большую ты полезешь я же тебе большую приготовила большую кися полезет ладно пускай так поваляется так что вот такие ботинки будем их испытывать скоро с нашей питерской непредсказуемой погодой по-моему можно носить уже когда угодно все таки почему они пахнут кожей я не понимаю это тряпка это все тряпка но пахнут кожей натуральной может быть вот это какая-то вставочка кожаная как-то у меня сомнения такие огромные я не понимаю правда нигде нет обозначений кожи я в шоке и кися в соке и кися рад я сейчас ему освобожу большую коробку может он ее выберет все вот это уберу кися смотри какая коробочка а здесь побольше коробочка тут дырочка есть куся куся мамы не надо делать в общем вот такие у нас приобретения и такие изменения пока больше ничего интересного но я кися всем пока комментируем ставим лайки дизлайки кому как нравится и подписываемся тук-тук кто в домике живет кто в домике недовольный да на большую коробку то залезай смотри как там хорошо ну давай ну давай масянечка масянечка ты что так подозрительно роешь масянечка кусянечка Чё там ешь? А, бумажки кусочков. Мой сладкий. Мой мальчик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.